Телекоммуникация 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 Они открывают нам новые технологии M2M, которые благодаря низкой задержке в сетях LTE становятся практически возможными. В сфере применения M2M решения огромные. Вендоры открывают нам новые технологии NFC. NFC это еще более сказочные технологии. Вы подносите мобильный телефон к считывателю и у вас списываются с кредитной карты деньги автоматически. Один мобильный телефон подносите к другому, они передают данные. Так можно передать все что угодно, вплоть до каких-то опасных для людей вирусов. Банкинг, коммерция, все что угодно. Проблема одна, проблема на самом деле очень простая, что мы не знаем как в нашей традиционной бизнес модели все это дело монетизировать. Мы видим, что на наших сетях активно развиваются так называемые ОВД топ игроки. То есть Google, Apple, множество компаний, которые вы здесь наверное представляете. Они придумывают все более и более новые способы для использования нашей инфраструктуры. На самом деле проблема даже не в том, как заставить их делиться. Потому что если мы, например, попросим компанию Google с нами поделиться, выручка Google за прошлый год примерно 80 миллиардов долларов. Выручка МТС за прошлый год 12 миллиардов долларов. Даже если все сотовые операторы мира получат по кусочку Google, то в принципе это будет для нас примерно то же самое, как вы вдруг сообщите все результаты матча по футболу между Россией и Грецией. И в этих условиях наши традиционные подходы очевидно не работают. То есть мы вкладываем все больше и больше, клиенты довольны все меньше и меньше. Появляются новые решения, новые бизнесы, но путей для дальнейшего развития инфраструктуры, для развития нашего бизнеса из традиционного источника, от вендоров мы уже не получаем. И ответ, который мы ищем для этого, на этот вопрос сегодня, в том числе это открытые инновации. И здесь, это наверное основная причина, почему я в том числе здесь и на многих других подобных конференциях. Почему мы внутри МТС так много работаем над этим? У нас в МТС есть замечательный конкурс «Телеком.Идея», который работает уже не первый год. Внутри АФК-системы есть целый комплекс всевозможных инновационных мероприятий и упражнений. Нам нужны новые источники для вдохновения нашей индустрии. Это даже не новые источники для обязательного получения прибыли, но нам нужны идеи из внешней среды, готовые и применимые. И мы в принципе их находим. Да, пока будем говорить, что идеи это небольшие. Здесь вот пример реальных людей с реальным соглашением в руках. Даже вот там вот моя размашечная подпись. Которые в принципе придумали небольшую вещь. Они придумали систему раннего оповещения о лесных пожарах, которая устанавливается на существующей базовой станции МТС и приносит нам небольшой дополнительный доход, одновременно решая важную социальную функцию, за которую даже могут платить бюджеты разных уровней. Потому что экономят существенные деньги. Мы рассчитываем, что открытые инновации способны, безусловно, на идеи большего масштаба. И что-то мы из этого получаем. Но все это, конечно, находится в начальном пути. И цель, в общем-то, мое выступление очень простая. Имейте в виду, если вы придумали, как перевернуть саму бизнес-модель, саму концепцию работы телекоменционных операторов мира, то вы это придумали в самый нужный момент, и вы можете на этом серьезно обогатиться. Желаю вам в этом успеха, но, пожалуйста, дайте нам знать, в чем же состоит ваше ноу-хау. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok